Сотрудники Саровского банка обнаружили фальшивую купюру номиналом 2000 рублей. Сомнение в её подлинности возникло при пересчёте денег. Подозрительная банкнота поступила в банк в инкассаторской сумке из организации, которая находится в селе Дивееве. Купюру изъяли и назначили исследование, где, согласно заключению эксперта, установлено, что данная купюра была изготовлена не производством федерального государственного унитарного предприятия «Гоззнак», а значит является поддельной. Материал по этому делу передали в Дивеево, а на улице Железнодорожной произошёл скандал между гражданином Б и сотрудниками платной стоянки. Пострадавший решил узнать у охранника, на каком основании они берут деньги за стоянку, но натолкнулся на грубость и угрозы. Между охранником и гражданином Б возникла словесная перепалка. Услышав ссору, к ним подошёл ещё один работник данной автостоянки, который и высказал угрозу в адрес заявителя. По данному факту проводится проверка. Сотрудники ГИБДД на минувшей неделе зарегистрировали 4 ДТП с материальным ущербом. Ни в одной аварии люди не пострадали. У дома 10 на улице Железнодорожной водитель «Лады Гранты» при перестроении не уступила дорогу другому автомобилю «Лады». В результате машины получили механические повреждения. На той же улице Железнодорожной автомобиль «Ниссан» наехал на впереди стоявшей на светофоре машину «Сузуки». В результате удара «Ниссан» отбросила в сторону на «Митсубиси». По итогам двух месяцев 2022 года на территории Нижегородской области количество ДТП с пострадавшими сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,5%. Количество раненых в них людей сократилось на 13,9%. При этом число погибших в ДТП увеличилось на 28,5%. Такая печальная статистика по погибшим связана в том числе с тем, что люди не использовали ремни безопасности. В связи с этим с 5 по 10 апреля сотрудники ГИБДД проведут профилактическую акцию «Пристегнись», в рамках которой будут выявлять правонарушителей за пренебрежение ремнем безопасности и детским креслом. Автолюбители могут оштрафовать на 1000 рублей. Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.